Незаконные мусорные полигоны – не редкость для Рязани. Борьба с ними ведется по всем фронтам. Выходят на субботники, просят помощи у администрации, но мусор все равно продолжает появляться там, где неделю назад было чисто. Только стоит образоваться небольшой маленькой кучки с мусором, несколько пакетов, на следующий день, через неделю, там будет уже гора мусора. Потому что люди считают, что здесь уже организован свалка и так далее. Почему мне не выбросить, если все выбрасывают? Около села Агропустынь свалку ликвидировали еще прошлой осенью. Зиму место простояло чистым, а уже весной оно вновь тонет в мусоре. Бытовые отходы, одежда, строительные смеси – всего и не перечислить. Проблема в том, что в этом районе много поселков и садовых товариществ, жители которых не знают, куда утилизировать свои отходы. Ведь даже мусорные контейнеры стоят не на всех улицах. Главы поселения плохо работают. Незаключенные договора на вывоз. Нет в правилах благоустройства пунктов, за которые можно было бы штрафовать, если отсутствует договор на вывоз. Ну и культура, конечно, наших граждан. Еще одной бедой являются низкие штрафы. Вывести контейнер мусора из Солочи и отправить его на переработку стоит порядка 4 тысяч рублей. А выбросить его в лес – всего 500. И то, если поймают. Поэтому активисты Общероссийского народного фронта придумали свой метод борьбы с нарушителями. Когда убираешь свалку и на этом месте сажаешь, не знаю, сирень, розы, в данном случае мы тут сосны поставим, то уже рука не поднимается даже у несознательных граждан. Надеемся, что здесь свалки больше не будет вообще никогда. Теперь на месте горы мусора активисты высадили более тысячи саженцев. Новый кусочек леса пока слабо отличается от травы. Даже сами активисты теряют его из вида. Поэтому перемещаться по посадке приходится медленно и осторожно. Однако уже в следующем сезоне саженцы превратятся в настоящие деревья. Сажать оказалось совсем несложно. И очень приятно. Очень неприятно было перед этим убирать все это дело за людьми, которые это никогда не делают. Гарантией безопасности для маленьких ростков станет табличка, установленная активистами ОНФ, и пристальное внимание солочинских лесников. Они будут ухаживать за деревьями и регулярно поливать, чтобы голый пустырь, который люди спешат завалить мусором, стал прекрасным вековым лесом. Продолжение следует...